Прокуратура попросила реальный срок для основателя компании JazzFitLife Виктора Полукарова. Учредители строительной компании обвиняемого по делу о падении башенного крана на улице Жукова могут отправить в колонию поселений на 4,5 года. Такое же наказание просит обвинение и для генерального директора организации Константина Семенова. А для начальника участка и оператора крана 4,3 года соответственно. Представители прокуратуры считают доказанным фактом многочисленных нарушений в работе группы компании «Жилстрой» JazzFitLife, цепь которых и привела к трагедии. Строительный кран был установлен без проектной документации. Площадка по пути крана была оборудована без соблюдения технологий. Также суду были представлены доказательства того, что подсудимые подделывали документы уже после падения, чтобы уйти от ответственности. Напомню, кран рухнул на проезжую часть 26 октября 2015 года. Тогда погибли 4 человека, их родственники требуют ужесточить наказание. У этого крана, наверное, больше по ходу дела-то и другого выхода не было, как упасть в связи с тем, что данные люди с высоты своих опасных объектов плюют на жизнь людей. Остался ребенок, в то время 4 лет, сейчас ему 5, у которого впереди вся жизнь. Одному без мамы, без папы, без братика. То есть это тоже является отягчающим обстоятельством. Продолжение следует... Продолжение следует...